Продолжение следует... В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Ваша популярная и любимая вами рубрика «Тест ПДД», который сдаст актриса сериалов, предприниматель и блогер Сандра Жегусова. А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах Республики с 1 по 7 апреля зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 33 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Двое человек погибло. Так, 1 апреля на 640-м километре федеральной автодороги «Лена» водитель, управляя грузовым тягачом «МАН» с полуприцепом, нарушив требования дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, в результате чего совершил столкновение с автомобилем марки «Тойота Саксид». В результате ДТП пострадали два человека – водитель «Саксид» и ее пассажир, девочка 2010 года рождения. Обеим назначено амбулаторное лечение. 3 апреля на технологической автодороге «Карьера-Зарница» 52-летний водитель автомобиля «КамАЗ», выбрав небезопасную скорость и дистанцию до двигающихся впереди транспортного средства «Скания», совершил столкновение с ним, в результате чего 8 его пассажиров и он сам получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все были доставлены в Айхальскую городскую больницу. Водитель «Скания» не пострадал. 4 апреля на проспекте Михаила Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, в результате которого погибла девушка. Предварительно было установлено, что 18-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», не учла скоростной режим, в результате чего допустила занос автомобиля на полосу для встречного движения и совершила столкновение с маршрутным автобусом. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила 8 пассажиров и водителя маршрутного автобуса в республиканскую больницу номер 2, где им всем назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля легкового авто, не приходя в сознание от полученных травм, скончалась в карете скорой медицинской помощи. Выезд на встречную полосу всегда опасен. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу для встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. А мы продолжаем говорить о печальной статистике. В Якутии отмечается рост дорожно-транспортных происшествий. За последние два месяца зарегистрировано 118 автоаварий, в которых погибло 13 человек и 128 получили травмы. Большая часть всех аварий приходится традиционно на город Якутск. Сказывается большая концентрация автомобилей и людей. Также существенный рост наблюдается в Мирненском, Нерюнгринском и Горном районах. Власти бьют тревогу. Как снизить количество аварий? Как повлиять на сознательность водителей и пешеходов? Эти и другие вопросы обсудили на пресс-конференции представителей Минтранса, ГИБДД и мэрии. По информации ГИБДД, в основном ДТП происходит по причине беспечности водителей, которые нарушают правила дорожного движения. В частности, выезжают на встречную полосу, нарушают правила проезда перекрестков, не соблюдают дистанцию и интервал движения. Наиболее частыми видами дорожно-транспортных происшествий, где люди получали увечья, стали наезды на пешеходов. Ни одной фазы водителей и пешеходов пересекаться не будут. Данная практика применяется во многих большинствах регионов Российской Федерации. На автомобильных дорогах вне населенных пунктов аварий происходит меньше. За два месяца 25 дорожно-транспортных происшествий, на федеральных дорогах 20. Между тем, с повышением температуры воздуха фиксируются факты провала под лед автотранспорта на несанкционированных переправах. По информации Минтранса, с начала апреля планируется введение ограничений на ледовых переправах. Так, в арктических районах переправы закроется приблизительно в 20-х числах апреля, в центральной части республики – 15-го. В этом году в связи с предстоящими международными играми «Дети Азии» Якутск должен заметно преобразиться. Дорожникам предстоит выполнить огромный пласт работы. Так, с мая приступят к ремонту автодорог, куда входит также обустройство парковок в центре города. Оттаял асфальт, все чаще выглядывает солнце, кругом лужи, а утром и вечером гололед. Из года в год погода приводносит сюрпризы, но быть готовым к ним получается не всегда. Аварийность на дорогах весной возрастает в среднем на 20-30%, да и само движение становится более интенсивным. Весенние аварии – чем опасна смена сезона? Более подробно об этом мы побеседуем с Сергеем Дмитриевым, заместителем начальника управления госавтоинспекции по республике Саха-Якутия. Сергей Данилович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какое влияние оказывает сезонные изменения на аварийность? Во-первых, оказывает влияние в тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. Действительно, как вы правильно подметили, у нас образовываются лужи на проезжих частях. В действительности, у нас потом подмерзают эти лужи, да и вечером у нас образовывается зимняя скользкость на дорогах. Но при этом еще нужно понимать, что из года в год у нас, ранней весной, у нас, как правило, выпадает множество осадков. Если обратить внимание на текущий год, то с 20 марта у нас ухудшились погодные условия на территории республики. Пурга была, была метель, естественно, которую мы фиксировали. Принимались меры к закрытию автомобильных дорог, таких как КАБЯ и прекращению полного движения для всех видов транспортных средств. Вместе с тем, и данные погодные условия неблагоприятные у нас продолжаются по сей день. Такие вот факты отмечались на Сенен-Люнгринском и Володанском районах, которые действительно влияли как не только на скользкость, но и, соответственно, на ухудшение видимости как и встречного, так и попутного транспортных средств. Ну и, соответственно, изменение таких погодных климатических условий у нас действительно напрямую влияет как и на количество дорожно-транспортных происшествий, так и, соответственно, на их тяжесть. Если, допустим, к примеру, ну хотелось бы такой пример привести, если у нас ранее, в зимний период времени мы фиксировали по городу порядка 8-9 дорожно-транспортных происшествий, то есть и с материальным ущербом, то на сегодняшний день они фиксируются на территории республики порядка 14-17 ежедневных таких ДТП. Какие дорожно-транспортные происшествия наиболее характерны для весеннего периода? В основном, если это смотреть в ненаселенных пунктах, на автомобильных дорогах, на федеральных, региональных, то, естественно, это в первую очередь съезд дороги, когда водитель не справляет с управляемым, уходит в неуправляемый занос и, соответственно, осуществляет неконтролируемый съезд дороги. Либо, соответственно, это, как правило, столкновение, естественно, где у нас водители необдуманные действия предпринимают, выходит на обгон транспортного средства впереди идущего, соответственно, в попутном направлении. И происходит, как правило, и особо-таки тяжкие, да, это у нас встречные столкновения. Снижается грузоподъемность на дорогах. Чем это обусловлено? Ну, обусловлено, естественно, изменением климатических условий, нагрузкой на лед, на паромных переправах, извиняюсь, на ледовых переправах, да, и, соответственно, автозимников. И с каждым, соответственно, тем, чем больше мы подходим к оттайке, так к оттепели, да, естественно, следовательно, уменьшается грузоподъемность ледовых переправ и автозимников. А штрафуют ли сотрудники госавтоинспекции за такие нарушения? Сотрудники госавтоинспекции, я вам так скажу, мы ежегодно работаем в составе административных комиссий, как на территории города Якутска, так и на территории других муниципальных образований и районов, где у нас такие есть автозимники и ледовые переправы. Естественно, мы работаем и имеется ответственность предусмотрена за несанкционированный выезд на лед. То есть надо понимать, когда у нас ледовая переправа закрыта или автозимник закрыт. То есть, естественно, это выезд на лед, если осуществлен выезд на лед, то, естественно, это располагается как несанкционированный выезд на лед, когда переправа у нас закрыта. Естественно, предусмотрена санкция статьи 9.10 Кодекса об административных правонарушениях республики, по которым, естественно, сотрудники госавтоинспекции работают. Ну, а сейчас мы хотим показать небольшое видео, как вы его можете прокомментировать? Это не обдуманность самого водителя данного автобуса, а также пассажиров, которых он перевозил, и явные нарушения техники безопасности. То есть, если бы в данном случае можно предположить, если бы все-таки автобус мог покатиться, то могли быть очень неотратимые последствия. Следовательно, по данному факту сотрудниками госавтоинспекции данный факт был выявлен посредством телеграм-канала. Мы, естественно, ежедневно просматриваем все средства массовой информации, мессенджеры, ватсап, телеграм на предмет, естественно, таких вот видеозаписей, где явные, есть очевидные нарушения, которые компетентны к нам, да. Вот, и данный факт у нас зарегистрирован, ну и в настоящее время проводится уже проверка по данному факту. На установление непосредственно водителей, тех участников, то есть дорожного движения пассажира и водителей. В том числе и в первую очередь оценка будет даваться собственнику автомобильной дороги и, естественно, подрядным организациям, которые обслуживали данный участок. Ну, нам известно, что это что за эта дорога, это федеральная дорога Лена, и мы уже, естественно, там в настоящее время сейчас проводятся проверки. Данное дорожно-транспортное происшествие у нас было зарегистрировано, если память мне не изменять, 21 марта текущего года в 9 часов 50 минут на автомобильной дороге регионального назначения Умнас в Хангаласском районе на 37-м километре, где у нас, получается, столкнулись два транспортных средства на встречной полосе движения, где были очень, соответственно, такие последствия, очень тяжелые. Там погибло 4 человека, и, получается, 5 человек пострадало. В данном случае, вот как раз-таки стоит отметить то, что это было 21 марта, как раз-таки у нас 20 марта вот и ухудшились погодные условия. У нас была метель, обильное выпадение осадков. Соответственно, предположительно, то, что мы полагаем, как бы водители, будучи управляя транспортными средствами, не учли вот те вот метеоусловия. В части, вот как я уже выше говорил, то, что был осуществлен выезд на встречную полосу движения. Необдуманный, естественно. Ну и ваши советы, рекомендации участникам дорожного движения в период такого межсезонья? Ну, в первую очередь, как я уже отмечал, это соблюдение скоростного режима. Вообще, с самого начала, вот, необходимо, вот, каждый, наверное, водитель, каждый у нас гражданин, наверное, человек, проживающий на территории республики, перед тем, как выйти на улицу, всегда, соответственно, смотрит погоду, да, погодные условия. И, соответственно, водителям, перед тем, как выехать, это нужно в первую очередь проверить на техисправность, на техническую способность, свой автомобиль, будучи уверенным, то, что все работает, в том числе, в первую очередь, тормозная система, работают все габариты, огни, проверить. После, соответственно, соблюдать, в первую очередь, вот, в таких условиях, это, естественно, скоростной режим. Скоростной режим и дистанцию. Самое главное, это, вот, если даже выезжая в ненаселенные пункты, это скоростной режим и дистанция, быть предельно бдительным, не отвлекаться на различные гаджеты и предметы во время управления транспортными средствами. Ну, и, соответственно, вот, в преддверии темы нашей по несанкционированному выезду наолет, естественно, не предпринимать такие попытки, поскольку они очень чреватые, ежегодно, вот, если смотреть в прошлые годы, то всегда фиксировались факты провалов, факты провалов транспортных средств, где потом, соответственно, были очень чреватые последствия. Но, между тем, также хочется отметить, что также и предусмотрена административная ответственность, как я уже говорил, по ст. 9.10, кодекса об административных правонарушениях, об административных правонарушениях при несанкционированном выезде на лед, в том числе по перевозчикам, которые будут или полагают, или хотят осуществлять те же перевозки, да, через закрытые переправы, то, естественно, тут может и образовываться состав даже уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 238-го кодекса Российской Федерации. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель начальника госавтоинспекции Кути Сергей Дмитриев. Спасибо вам большое. Спасибо. А мы двигаемся далее. На днях в столичной школе номер 3 прошли республиканские соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в которых приняли участие 59 детей из районов республики и города Якутска. Какие состязания ожидали ребят и кто одержал победу, узнаем из материала моих коллег. Республиканский конкурс «Безопасное колесо», где приняло участие 15 команд из 13 районов Якутии, прошел по четырем направлениям. Проверка знаний, правил дорожного движения, доврачебная медицинская помощь, теория и практика, фигурное вождение велосипеда и основы безопасности жизнедеятельности. Отмечу, что наше мероприятие проводится уже 27 раз. Наши дети из разных уголков республики приехали на наш профильный сбор, профильную смену. Считаем, что такие мероприятия очень необходимы и важны, поскольку в современном мире, где все возрастают темпы и ритм жизни, все больше становится транспорта, знание правил дорожного движения для детей очень важно и необходимо, и пригодится им, конечно же, в дальнейшей жизни. Кроме того, наши юные инспекторы являются надежными помощниками сотрудников госавтоинспекции, проводят большую просветительскую работу в своих школах, в своих образовательных учреждениях, в дошкольных образовательных учреждениях, участвуют в проведении различных акций и мероприятий совместно с сотрудниками госавтоинспекции, то есть занимаются общественной работой. Сегодня здесь испытывали себя победители районных этапов, а лидеры республиканского конкурса «Безопасное колесо» будут представлять республику на всероссийском соревновании. Очень сложные, особенно по фигурному катанию. Там очень много испытаний и почти так справились. А в остальных все супер, да? Ну, пока что да. А из этих четырех этапов самый-самый в душе легкий такой, ну, по-своему, какой этап? По медицине. Это самый легкий этап, там очень легко. Девочки признаются, что готовились к этому состязанию они долго, целых четыре месяца. Некоторые задания были действительно трудными, но они справились. Конечно, было трудно, но все-таки мы ходили на эти с утра, с 11 часов мы ходили. Катались на велосипедах, проходили тесты. Было интересно очень. Мы, Ленский дозор, самый лучший, мы выиграем. Мы не волнуемся. Вы уверены, да? Да, мы выиграем. А по шкале с 1 до 10, насколько баллов вы оцениваете себя по знанию ПДД и по этим испытаниям? Я думаю, ну, где-то 9. Что ж, узнаем, как справились с заданиями и какие оценки в итоге заработали ленчане буквально на днях. Но пожелаем им удачи. Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте, мальчишки! Мы всем посылаем горячий привет! Будь ты ребенок или взрослый, пешеход или шофер, постичь всем правила поможет Ари, бригада, светофор! Соблюдайте, соблюдайте правила дороги все! Применяйте, применяйте знания по ПДД! С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции, наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них предприниматель, блогер Сандра Жегусова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, Сандра, у нас такой традиционный вопрос. Какой у вас водительский стаж? 7 лет. 7 лет. Волнуетесь? Ну так, да, давно сдавала уже. Хорошо, ну мы желаем вам удачи, успехов и внимания на наш экран. Сейчас будет первый вопрос. Вопрос номер один. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? Варианты ответов 150-300 метров, 50-100 метров непосредственно перед неровным участком дороги. Ну, насколько я помню, вне населенного пункта 150-300 метров было. Принято. Вопрос, ответ номер один. При повороте налево вы, вариант номер один, имеете преимущества, вариант номер два, должны уступить дорогу только автобусу, вариант номер три, должны уступить дорогу легковому автомобилю и автобусу. Ну, здесь стоит знак «главная дорога». Я на главной дороге. Ну, вот автобус пропускаю, получается, и поворачиваю налево. Варианты ответа второй. Сейчас. Должны уступить дорогу только автобусу. Второй. Вариант номер два. Принято. Следующий вопрос. Вам разрешено продолжить движение. Варианты ответов по траекториям «Б» или «В», по траекториям «А» или «В». Третий вариант – по любой траектории из указанных. Ну, здесь знак разворота стоит. Получается, «В» и «А» могу поехать. На «Б» не могу. Вариант номер два. Так, «В» и «А» и «В». Да, второй вариант. Принято. Вариант номер два. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Варианты ответов. Можно. Можно, если скорость трактора менее 30 км в час. И третий вариант – нельзя. 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 Принято. Третий вариант. Следующий вопрос. В каком месте вам следует остановиться? Варианты ответов перед светофором, перед пересекаемой проезжей частью и третий вариант – в любом из перечисленных. Ну, перед знаком стоп должно получается, перед светофором. Ответ первый. Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. Вам разрешено движение только в направлении «А», в направлениях «А» и «Б» в любом направлении из указанных? Направление «А». Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. Вам можно продолжить движение. Варианты ответов только по траектории «А», только по траектории «Б». Третий вариант – по любой траектории из указанных. Ну, в моем случае я бы поехала по траектории «А». Вариант номер один. Ради личной безопасности. Да, вариант один. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Кто имеет преимущество в движении? Варианты ответов – водитель легкового автомобиля и второй вариант – водитель грузового автомобиля. Грузовик. Пропускаем грузовик, потом уже ходим на проезжую часть. Значит, вариант номер два. Принято. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоцикла, информирует вас. Варианты ответов. О его намерении повернуть налево или выполнить разворот. О его намерении продолжить движение прямо или налево. И третий вариант – о наличии транспортного средства, приближающегося слева. Повернуть налево либо разворот. Первый ответ. Вариант номер один. Принято. При включении зеленого сигнала светофора вы должны уступить дорогу. Варианты ответов. Только грузовому автомобилю, завершающему разворот на перекрестке. Только легковому автомобилю. И третий вариант – обоим автомобилям. Легковой автомобиль уже вышел, получается. Обоим автомобилям, скорее всего. Пропускаете. Вариант номер три. Хорошо. Это был последний, завершающий вопрос нашего теста. Но сейчас результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Денис Федоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Садра. Здравствуйте. Вы ответили сегодня на 10 вопросов. Сейчас я вам дам ваш ответ. Правильно или неправильно? Первый вопрос. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? Вы указали этот ответ правильно. Первый. То есть на 150-300 метров. Ответ верный. Второй вопрос. При повороте налево вы обязаны. То есть вы тут правильно рассудили того, что у вас стоит знак «Главная дорога». Потом вы обязаны уступить только автобусу. Ответ номер 2. Вам разрешено продолжить движение? Да. Вы здесь ответили правильно по траектории «А» или «В», так как у нас стоит предписывающий знак «Только разворот». То есть на траекторию «Б» мы не имеем права поворачивать. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Хоть у нас спереди движется трактор, вы в любом случае ответили правильный ответ номер 3. То есть нельзя, так как у нас сплошная линия имеется. В каком месте вам следует остановиться? Вы это ответили верно перед светофором, так как у нас там допозначающий знак «Стоп-линия» и так как это у нас регулируемый перекресток. Вам разрешено движение? Вы ответили здесь только в направлении «А», то есть ответ первый. То есть был даже такой стих «Если палка смотрит в рот, делай правый поворот». Ответ правильный. Вам можно продолжить движение? Вы тут ответили только по траектории «А», так как у нас что? Предписывающий знак «Только поворот направо». Это правильно? Это правильный ответ, да. Кто имеет преимущество движения? В данном ответе вы ответили вопрос с ответом, то есть номер 2. Водитель грузового автомобиля, так как автомобиль движется по главной дороге, а легковой автомобиль выезжает с прилегающей территории и обязан уступить в дорогу. Ответ верный. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоциклиста, информирует вас. Вы это ответили о намерении повернуть налево или выполнить раз в рот. Ответ первый. Все верно. При включенном зеленого сигнала светофора вы должны уступить дорогу. Вы это ответили, это ответом номер 3, то есть обоим транспортным средствам, так как они на завершении маневра, в любом случае мы обязаны уступить дорогу тем, кто завершает маневр. Александра, поздравляю вас. Вы ответили на все 10 вопросов. Молодец. За 7 лет все-таки правила дорожного движения мы не забыли, но также напоминаю регулярно повторять правила дорожного движения и соблюдать, конечно же, правила дорожного движения. Хорошо, спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова